Здесь выращивают караси и карпов. Озеро Урифты рыбаки очень любят. Это сегодня на берегу пусто. Ветер, волны, никакого клёва. Но в выходные яблоку негде упасть. Правда рыбаков пускают только по путёвкам. Хочешь закинуть удочку, выкладывай 200 рублей. Здесь карп хороший, так действительно лучше заплатить и сидеть спокойно и рыбачить. Деньги, конечно, немалые 200 рублей. Навряд ли на 200 рублей наловить здесь рыбы. При такой погоде, да, при такой скудной рыбы здесь не очень-то так много. Урифты это единственный в области водоём, где разрешена платная рыбалка. А вот в самых рыбных местах это Аргази, Кременкуль, Чебаркуль, путёвки вне закона. Разрешить их продажу пользователям водоёмов может только рыбнадзор. Необходимо получить договор на объём выловленных водных ресурсов в целях любительского рыболовства. Получить разрешение от нашей структуры, которая удостоверяет это право. Вылова биоресурсов для любительских целей. Ну и вести соответствующую учётную документацию. Но хозяева водоёмов нести документы в Рыбнадзор не торопятся. Путёвками продолжают торговать из-под полы. На Аткуле там путёвки берут где-то 150 рублей. Ну, там отличный клёв. Я лично этот закон не видел, не слышал. А на многих озёрах рыбалку вообще могут запретить от туристов с удочками сплошные убытки. Но куда же податься рыболовам? Озеро Смолино едва ли не единственный водоём в черте города, который никому не принадлежит. Правда, рыбаки сюда не торопятся. Вода грязная, да и рыба, говорят, невкусная. Выбор невелик – либо сматывать удочки, либо ехать за десятки километров от Челябинска на Елово или Кисегач. Кстати, сейчас и на бесплатных водоёмах сети «Не раскинешь рыба» пошла на нерест. Рыбачить можно с удочкой и только возле берега. Ограничения продлятся до 15 июня.